Всем привет! Меня зовут Оля Шарко, а сегодняшнее видео посвящено речевым ошибкам. Самым распространенным, на мой взгляд, речевым ошибкам. Речевые ошибки бывают разные, но сегодня мы в основном затронем тему плеоназма. Плеоназм это речевая избыточность, когда в одном предложении или в одной фразе используются близкие по значению слова. На самом деле плеоназм это не всегда ошибка. Он бывает как хорошим, надо сказать, это редко случается, так и плохим, что встречается, к сожалению, чаще. Что значит хороший плеоназм? Хороший плеоназм встречается в основном в фольклоре. Например, жили-были дед и бабка. Жили-были это повторение. Отправился в путь-дорогу. Тоже повторение. Но в фольклоре это встречается постоянно и это неплохо. Тянем-потянем, вытянуть не можем. Тьма тьмущая и так далее. Такие примеры в основном встречаются в сказках. Второй пример не ошибочного использования плеоназма это в шутках. Например, как морда лица. Но чаще всего все-таки встречается ненужный плеоназм в повседневной речи, что является, конечно же, ошибкой. Ну и давайте разберем самые распространенные ошибки, на мой взгляд. Поехали! Наиболее оптимальный вариант. Слово оптимальный и так означает самый подходящий. Поэтому просто нужно говорить оптимальный вариант. Никакого наиболее оптимальный. Оптимальный это и так самый подходящий. Так говорят очень много, это довольно распространенная ошибка. Главный приоритет. Приоритет это первенство, важность. Он и так главный. Поэтому говорить главный приоритет это неправильно. Полная фиаско. Тоже распространенная ошибка. Слышу довольно-таки часто такое выражение. Давайте разберемся со значением слова фиаско. Фиаско это полная неудача. И это слово не нуждается в дополнительном усилении с помощью слова полный. Полный, полная, полная неудача у нас получается. Поэтому просто фиаско. Он потерпел фиаско. Без всяких дополнений полная, наиполнейшая фиаско или что-то в этом роде. Не надо так говорить. Неожиданный сюрприз. Но тут я думаю все очевидно. Сюрприз он всегда неожиданный. На то он и сюрприз. Поэтому говорить неожиданный сюрприз это плеоназм, это повторение, избыточность ненужная абсолютно. Государственный чиновник. Ну, чиновник это и есть государственный служащий. Поэтому просто нужно говорить чиновник без уточнения государственный. Полный аншлаг. На эту тему я даже записывала отдельное видео. Аншлаг, он всегда полный. Не может быть неполного аншлага. Ведь аншлаг означает, что билеты все проданы. То есть зал будет полный. Поэтому аншлаг, он всегда полный. Поэтому не надо уточнять полный, неполный аншлаг. Просто аншлаг. Вчера был аншлаг. Предупредить заранее. Ну, слово предупредить и так означает сказать что-то заранее. Поэтому подразумевает слово заранее. И не нужно уточнять предупредить заранее. Просто предупреди меня, когда куда-то поедешь. Самый лучший. Ну, мне сразу в голову приходит самый лучший фильм. Я понимаю, что там это было сделано намеренно. Потому что фильм комедийный. Такое усиление было использовано сознательно. Но вообще это ошибка. Пусть не очень грубая. Но все-таки так лучше не говорить. Потому что лучше это и так превосходная степень. Добавлять слово самый не стоит. Либо лучший, либо самый хороший. Сочетание самый лучший. Я бы говорить не рекомендовала. Свободная вакансия. Вот это словосочетание я тоже встречаю достаточно часто. Особенно среди HR специалистов. Не знаю, почему им полюбилось так это выражение. Но, в общем, это ошибочно. Потому что вакансия это свободная, никем не занята должность. Поэтому вакансия, она всегда свободная. Открылась вакансия, просто нужно говорить. Никаких свободных вакансий, говорить не стоит. Особенно писать. Прискурант цен. Это выражение я встречаю просто постоянно. В различных отелях, салонах красоты. Когда на красивой ламинированной бумаге напечатаны цены, услуги. И написано все это красиво. Прискурант цен. Так и хочется подойти и сказать. А вы знаете, что такое прискурант? Ну, видимо, не знает. Потому что так говорить, конечно же, особенно писать не стоит. Потому что прискурант это и есть список цен. Прискурант. Что их посетители не поймут, что значит прискурант. И они добавляют слово цен. Ну, в общем, это неправильно. Нужно писать либо прискурант, либо цены. Цены на наши услуги, прайс-лист. Как угодно. Но ни в коем случае не прискурант цен. Рацион питания. Эту ошибку тоже довольно-таки часто встречаю. В чем тут ошибка? Рацион. Это порция и состав пищи на определенный срок, на определенный период. Поэтому при употреблении данного слова речь всегда идет о питании. И не нужно повторять дополнительное, как у нас прискурантам цен, так и тут. Просто писать рацион на день, да, рацион на неделю. Ну, просто рацион. Не нужно добавлять слово питание, потому что это и так понятно. Сервисное обслуживание. Ну, тут надо выбрать что-то одно. Либо сервис, либо обслуживание. Потому что сервис это и есть обслуживание. Это одно и то же. Повторять, сервисное обслуживание это неправильно. Закончим мы не плеоназмом, но речевой ошибкой, достаточно распространенной. Это дорогая цена и дешевая цена. Откровенно говоря, сейчас это уже не считается такой грубой ошибкой. И в речи встречается довольно-таки часто. Но все-таки дорогая может быть покупка. Дорогой может быть какой-то товар. Но цена либо высокая, либо низкая. Цена не может быть дорогой или дешевой. Не надо так говорить. Особенно, когда это переходит в письменную речь. У нас самые дешевые цены. Особенно, когда на сайтах каких-то компаний встречаются такие словосочетания. Ну, это не очень здорово. Давайте говорить и писать грамотно. Ну, а мы с вами увидимся очень скоро. Пишите свои комментарии, поддерживайте меня. Ставьте пальцы вверх под этим видео. Пусть вот эта кнопочка, которая под видео красная, станет серенькой. Пишите комментарии, свои вопросы. И увидимся очень скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok